7 декабря хореографический ансамбль «Самужзакан» с гастролями отправился в Санкт-Петербург для участия во всероссийском многожанровом фестивале «Движение Верх». Организатором конкурса стал арт-комитет «Московское время» во главе с Александром Белоусовым. Этот фестиваль организовал Александр Белоусов, который нас пригласил. Особенно благодарность хотим веразить Александр Белоусов и Лана Амичева, которые нашу ансамбль так сильно, что они поддерживают и полностью вклад, который они для нашего ансамбля сделали. Большое вам спасибо. Для нашего ансамбля это важно на фестивале поучаствовать, ансамбля, которые уже видят люди все время в одном месте находиться, и только в Галии. Вот никакую большую арену выступить сейчас и в Санкт-Петербурге, и в Москве. Много поклонников уже имеем, и много приглашений тоже имеем. Международный фестиваль проходил с 9 по 11 декабря в Доме культуры железнодорожников. Номинаций в конкурсе было несколько – хореография, вокал, музыка, художественное слово, цирк, театр мод и театральное творчество. В фестивале принимали участие как профессиональные, так и любительские хореографические коллективы и отдельные исполнители из разных регионов России и других республик. Всего было представлено 96 номеров. Благодаря упорному труду художественного руководителя ансамбля Беслана Кубалия, хореографов Патыху Булава, Кахит Сквитария, Зуки Джинджолия, Виктории Баркая, ну и, конечно же, самих ребят, ансамбль Самурзакан выступил очень достойно и покорил сердца жюри и публики. Несмотря на сильных и достойных соперников, хореографический ансамбль Самурзакан завоевал гран-при за абхазский танец и два диплома первой степени за олванский и горский танец. Уже находясь в Санкт-Петербурге, ансамбль получил приглашение на участие в конкурсе «Диагональ», проводимом в городе Москва. Танцоры хореографического ансамбля Самурзакан получили в конкурсе «Диагональ» и гран-при в номинации «Горский танец» в возрастной категории 12-16 лет, стали лауреатами первой степени в номинации «Народно-сценический танец». Руководители ансамбля награждены дипломами лучших руководителей. Хореографический ансамбль Самурзакан въезжал на гастроли в Санкт-Петербурге и Москве. 10 числа у нас первый фестивал проводился, это Санкт-Петербурге. Большие достижения взял ансамбль, три номера мы имели, абхазский праздничный танец, горский танец и албанский танец. Гран-при взял праздничный танец, абхазский праздничный танец. Горский танец взял лауреат первой степени, албанский танец взял лауреат первой степени. 11 числа у нас было выступление уже в Москве, в Москве в гран-при взял албанский танец. Лауреат первой степени абхазский праздничный танец взял и лауреат первой степени горский танец взял. На этих фестивалях люди, жюри, все в восторге были. Очень приятно было, даже на них смотрели, когда у них лицо было приятное, и на восторге были люди. В пять часов утра наша съемочная группа встретила победителей у въезда в город Гал. А в РДК ансамбль встречали родные и близкие аплодисментами, песнями и танцами, к которым присоединились и сами юные самурзаканцы. В районном Доме культуры города Гал состоялось награждение участников ансамбля. В церемонии награждения приняли участие заместитель главы администрации, куратор отделов образования и культуры Джамбул-Кортава, заведующий отделом культуры Спартак Кабба, художественный руководитель и хореографы ансамбля. Мы хотим поблагодарить все от имени руководства администрации Галского района, из состава ансамбля и организаторов. Особое внимание, конечно, у нас будет туда народного сооружения парламента Республики Архазий Сергея Федоровича за оперативность, за вклад, за развитие этого ансамбля. Хочу поблагодарить и поздравить всех учащихся, поблагодарить вас за то, что, когда вы выступаете на территории Архазии, вы представляете Галский район, когда вы выступаете за пределами Архазии, вы представляете Ахазию. Большое вам спасибо и творческую схему. Также благодарственное письмо вручается географическому ансамблю «Самбузова» при районном доме культуры города ГАД и руководителю ансамбля Бабаря Бески-Георгиевского. С уважением глава администрации Галского района Филия Константин Ивановича. Галский района Филия Константин Ивановича. Галский район Филия Константин Ивановича. Бесик Кубалия выразил огромную благодарность за помощь главе государства, руководству Министерства культуры, депутатам Народного собрания, районной администрации и всем тем, кто также оказывал поддержку ансамблю. Для ребят участия в этом конкурсе не только прекрасная возможность продемонстрировать свой талант в хореографии перед профессиональным жюри, но и возможность познакомиться с новыми людьми и увидеть прекрасный город на Неве. Но, как отмечают руководители хореографа ансамбля, у ребят не было времени на экскурсии. Они настолько сильно были нацелены проявить себя как можно лучше, что репетировали в любое свободное время. «Несмотря на длинное расстояние, дети выложились, справились, подарили зрителям море впечатлений, ярких эмоций. Я очень доволен детьми. Я сам воспитанник этого ансамбля. Знаю тут, какая работа, какой упорный труд надо, чтобы достичь таких высоких целей. Но самое главное, дети справились. Дети были до такой степени заинтересованы, что они даже в гостинице танцевали, репетировали, отрабатывали движения, чтобы покорять сердца зрителей». Детский ансамбль из Галани собирается останавливаться на достигнутом. У Самурзака на большие планы на будущее. Они и дальше будут усердно работать по благо своего района и республики. В мае 2023 года ансамбль собирается принять участие в фестивале в Чеченской республике, в городе Грозный. «Нас пригласили в мае месяце, мы едем в город Грозный. Там у нас будет кавказский блок, будет идти отдельно. Там будут очень сильные конкуренты, достойные образцовые коллективы. Я думаю, что наши дети постараются и у них все получится». Илона Микава, Анжела Убилава, Борис Цацио, Галдове.